Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. В марте Государственная Дума Российской Федерации приняла ряд важных законов. Как они отрезятся на россиянах, будем говорить сегодня с депутатом Госдумы Аленой Аршинова. Алена Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте, Алена Игоревна. Вы работаете в Комитете по образованию и науке Государственной Думы. Какие наиболее важные законодательные акты, законопроекты по линии вашего комитета рассматривались в этом месяце? Хочу подчеркнуть, что мы приняли закон о дополнительном статусе детских школ искусств. Давно наши педагоги дополнительного образования просили решения этого вопроса. То есть теперь будет учитываться профиль данного заведения. И более того, даже дополнительно Министерство культуры дополняется сейчас полномочиями регулировать их деятельность отдельно. И вообще этого статуса в законе об образовании не было вообще. То есть теперь детские школы искусств по профилю, допустим, что это детская хоровая школа или это какой-то другой профиль и прочее. То есть раньше, к сожалению, закон это не предусматривал. И это касается в том числе, вот за Минкультуру сейчас заговорили, что Минкультуру мы теперь наделяем отдельно полномочиями вообще по распределению бюджетных мест в уже высших профильных заведениях. То есть чего тоже на удивление не было. Поэтому мы даем культуре и смежной вот этой вот интегрированной отрасли образования и культуры больше маневров. Грубо говоря, повышаем статус самих детских школ искусств и статус культуры вообще в принципе в формулировании образовательной политики вот в области культуры. Далее, знаете, еще хотела бы, наверное, подчеркнуть, что для нас очень важно. Многие студенты обращались, что им не дают, например, перевестись между, допустим, даже в рамках одного университета с одной специальности на другую. Или из одного университета в другой, но тоже разные специальности. Руководство университета мотивировало тем, что есть определенное энное количество предметов, которые можно доздать или устроить разницу, так называемую академическую. При этом мы понимаем, что образование должно быть более подвижным, маневренным. И сейчас мы приняли уже данный законопроект в первом чтении. Для нас очень важно было предусмотреть единый общий знаменатель, вот эту базовую платформу, чтобы в ГОС формировался, в том числе в рамках, укрупненной группы специальностей. Чтобы можно было студентам в первые два года получать базовую программу, и потом легко можно было бы перемещаться на другое направление подготовки. То есть такое горизонтальное перемещение по специальностям. Сделать единую платформу базовую, и тогда перевестись с любого направления подготовки на любое направление подготовки будет, естественно, проще. Но понятно, что это вряд ли будет юрист переводиться на медика. Нет, такой возможности, конечно, не будет. Это гуманитарные специальности технические и предметы общих знаний. Да. Появляется же множество разных профессий. И человек, он молодой, ему трудно сделать сразу выбор. Да и многие взрослые, мы же с вами уже давно живем, часто меняют профессию, уже даже когда они ее получили. Но зачем же требовать выбора осознанного, категоричного, единого этого выбора на 18-19 лет? Ну и, наверное, тогда будет проще справиться с той ситуацией, когда, допустим, студент, молодой человек получил профессию и по профессии не работает. Ну, конечно. Он там действительно через два года принял решение, что он не хочет быть специалистом в этой области. Конечно. То есть, грубо говоря, мы делаем нашу систему образования гибче, чтобы он, в том числе, когда второй раз заходит, и чтобы ему предметы эти учитывались, чтобы их могли зашли. Поэтому мы делаем сейчас, в том числе, вот эту единую IT-платформу, то есть она информационная, да, такая интересная платформа электронная, где мало того, что будет вся траектория образовательная ребенка, да, от самого маленького, да, там, возраста до, там, очень сильно осознать, то есть до бесконечности. Потому что образование проходит через всю нашу жизнь. Алена Игоревна, а еще в законе об образовании вы рассмотрели изменения попечительских советов в воздухе? Не совсем так. То есть мы дали им полномочия дополнительные. И рассматривая вот данный проект закона, мы понимали, что, да, мы создали наблюдательные советы, попечительские советы, но, с другой стороны, они не должны быть свадебными генералами. Конечно, это зависит все от персоны. То есть, если есть определенная личность, она все равно, конечно, заявит о себе и сделает все возможное, чтобы рассматривали серьезные вопросы. Но в целом мы внесли дополнение, что на таких наблюдательных советах, попечительских советах должна рассматриваться и определяться, что самое главное, стратегия развития учебного заведения. Как университет или высшая школа идет? Куда? В каком направлении? Какие нужны изменения? Может быть, этот вопрос касаться должен увеличения источников доходов университета, а не бюджетных, потому что должен быть маневр. Это в том числе и дополнительные возможности неимущим студентам и прочее. Поэтому, конечно, для нас очень важно, чтобы вот такие стратегии рассматривались. И, конечно, наблюдательные советы, когда они что-то решают, они будут уже по-другому формироваться. То есть, это не будет, опять же, как я говорю, свадебных генералов. Это будут очень действенные люди. Рабочие. Рабочий такой орган будет. Поэтому, конечно, мы заинтересованы дать дополнительные инструменты развития самому университету. Алена Игоревна, немножечко спустимся на ступень пониже. Очень много говорят о школьной медицине. И я так думаю, что для вас этот вопрос тоже достаточно больной, может быть. Вы с ним работаете. Он больной, на самом деле, и для вас, как для человека, у которого дети ходят в школу, и для любого, кто нас сейчас смотрит. Этот вопрос больной для всех. Этот вопрос очень тяжелый, потому что он межведомственный. И согласие было добиться очень трудно. В прошлом созыве мы поднимали вопрос о необходимости возврата медиков в детские сады и школы, о необходимости контроля здоровья, здоровья сбережения в школах. Кто за этим будет следить? Ведь есть, да, лицензированные медицинские кабинеты. Вы можете себе представить, что в законе медицинский кабинет есть, а медицинского сотрудника нет? Ну так не должно быть. Ну пустые стоят кабинетом в школах. Конечно, они пустые стоят. И есть закрепленный работник, который не виноват в этой ситуации. Он есть закрепленный медицинский работник, он работает в поликлинике, но следит за двумя организациями. И что мы сделали? У меня появился единомышленник в новом созыве. Это известнейший детский хирург, это спаситель детских жизней, это председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Анатольевич Морозов. И, конечно, мы с ним сделали все возможное, чтобы появился законопроект. Он очень большой, тяжелый, он появился. Но дело в том, что мы его перевносили фактически три раза. Потому что наша концепция не устраивала правительство. И мы сделали все возможное, преодолели все мыслимые и немыслимые преграды. И более того, к нам присоединилось более ста человек депутатов Госдумы соавторов, потому что во всех регионах есть эта проблема. Сейчас мы достигли компромисса. Ждем 6 апреля рассмотрения данного вопроса уже на заседании в Государственной Думе. Значит, я акцентирую внимание буквально на трех позициях. Что для нас важно? Очень много летальных случаев и проблем на физкультуре. Очень много. Поэтому для нас очень важно, чтобы был единый системный подход к допуску на физическую культуру на данный урок всех детей. Не так, что где-то родитель знал, что нужно побеспокоиться. То есть это должна быть не только родительская забота. Не все дети, к сожалению, под должным присмотром. Нет единой системы. Поэтому здесь, наверное, никто не виноват. Здесь господход должен быть. Второе. Родители обязаны в полной мере информировать образовательную организацию. Конечно, это персональные данные, конфиденциальные, наравне с теми, что родители уже дают. Да, это состояние здоровья. Поэтому, ну, это обязаны знать в школе. И, конечно, этим всем информационным ресурсом должен распоряжаться медик, медицинская сестра, врач. Он должен знать о всех детях в учебной организации. Значит, мы возвращаем право учителям оказать первую помощь. То есть учителя не имеют права дотронуться до ученика, если что-то произошло? Сейчас, к сожалению, они не имеют права дотронуться до ученика. Даже элементарно при порезе или ушибе приложить даже лед, холод или помазать зеленкой рану, например. Они не имеют права. И следующая история. Для нас очень важно, чтобы медик был в штате организации. Чтобы медик был не просто в штате. Он не должен быть вспомогательным персоналом, как это в законе сейчас обозначено. Он должен быть главенствующим персоналом, потому что дети нуждаются в особом присмотре. Он должен быть минимум в статусе завуча. У нас сейчас горячее питание в школах, в младших классах. Это пробы, это брокеражные комиссии. Пандемия. А утренние фильтры. То есть, конечно, это должны никак не педагоги делать. Это все касается здоровья и сбережения. Алена Игоревна, ну и в заключении давайте поговорим о таком важном, наверное, всколыхнувшем Россию сейчас законопроекте. Это закон о гаражной амнистии. Да, пожалуй, всколыхнуло людей это все давно, потому что на самом деле есть проблема. Проблема в том, что многие сегодня пользуются гаражами, которые достались или по наследству, или были, например, переданы организациями, на которые работали наши жители. Или, например, были приняты какие-то решения на общем собрании гаражных кооперативов, да, то есть переданы в пользование людям. Люди пользуются годами. Но не оформили никак свое право. Для развития городов, для наших Чебоксар, для любого другого муниципалитета Чувашской Республики это важно. И до 1 сентября 1926 года мы приняли закон о том, что любой житель, имеющий такой гараж, может оформить гараж и землю в собственность. Но это право нужно отфиксировать. Ничего платить не нужно, никакой пошли. Нужно просто прийти в заявительном порядке и оформить его. Ну, сейчас люди ленятся куда-либо ходить. Может, через госуслуги? Обязательно это можно сделать через госуслуги, через МФЦ. В любом случае нужно это сделать. Спасибо большое, Алена Игоревна, за беседу. Я надеюсь, что наши телезрители услышали в том числе и про гаражную амнистию. И будем поддерживать дальше и следить за судьбой закона о школьной медицине. Спасибо большое. С вашей поддержкой мы точно преодолеем все трудности. Спасибо большое за внимание. Я напомню, что сегодня мы беседовали с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Аленой Аршиновой. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»